здравствуйте эта программа открытый диалог напомню что сегодня у нас разговор пойдет о том что в общем то очень важно для нас каждый день а повседневной работе скорой помощи потому что к сожалению у каждого из нас бывают моменты когда мы обращаемся именно за помощью к этой медицинской структуре и частенько ее ругают но чаще мне кажется все таки мы говорим спасибо потому что мы же дозваниваемся мы же их ждем и они к нам приезжают сегодня у нас в гостях врач первой категории анестезиолог реаниматолог люберецкой подстанции скорой медицинской помощи московской области номер 83 вячеслав васильевич беспалы здравствуйте здравствуйте ну вот скажите пожалуйста вы же наверно а вы кстати когда-нибудь вызывали скорую помощь было такое дело да я буквально полгода назад находясь на работе был вынужден вызвать своему сыну скорую помощь который упал рядом с территории школы рассек себе бровь меня в этот момент дома не было мне пришлось вызвать через 112 службу скорой помощи мои коллеги приехали и оказав моему ребенку помощь отвезли его мацом то есть вы проверили можно сказать свою работу когда ну и до этого супруга выражала я также вызывал скорую помощь и наши бригады отвозили ее наш роддом но смотрите вот я не зря сказал что во первых слава богу у нас есть скорая помощь это главное есть даже отдельный день скорой помощи есть люди которые я точно знаю и здесь бывали здесь у нас в студии которые действительно любят эту работу и именно скорой помощи потому что мы знаем что многие врачи проходят некую такую стажировку что ли да врачом скорой помощи а потом уже идут дальше иногда до главных врачей доходит но тем не менее конечно и критики всегда много потому что где-то что-то как-то и потом начинается народная молва но сегодня давайте поговорим о том что такое скорая медицинская помощь сегодня как она работает и как она устроена существуют какие-то определенные нормативы как вот строится работа вот мы берем подстанция скорой медицинской помощи что входит сегодня в подстанцию и сколько их скажем вы если вы номер 83 то я легко предположить что есть и 82 и 84 но вы знаете да в две 2017 году произошло объединение всей скорой помощи московской области теперь у нас центральная станция находится в красногорске и и остальные подстанции получившие свои индивидуальные номера подчиняются центру ну как представители города красногорского вот наша люберецкая подстанция номер 83 обслуживает люберцы и близлежащие районы это красково это лыдкарина это держинский а есть карты котельники километраж есть какой-то у каждого от вся московская область поделена на регионы и сектора и едут туда куда вот например сейчас я сразу же такие острые же вопросы будут появляться вот например мы сейчас в люберцах находимся и самый южный куда вы едете а вы знаете теперь уже без разницы нам могут кинуть вызов допустим я получил вызов люберцах у меня медицинская эвакуация с пациентом допустим в красногорск я там освобождаюсь и красногорские диспетчера видят это и могут если есть экстренный вызов могут кинуть этот вызов на мою бригаду я поеду обслуживать его даже находясь красногорске сейчас уже нет границ нет различий где бы мы ни находились мы можем получить вызов и едем работать нет такого что это не наш регион не туда не поедем нет такого мы работаем с планшетами мы приходим на смену мы загружаем планшет мы активируем свое рабочее время и все наше время пошло и какой вызов придет планшет туда мы поедем хорошо давайте сразу поговорим об оборудовании а потом по человеческом факторе и собственно говоря всех интересных случаях плюс конечно же те когда люди почему-то дозваниваться скорой помощи хотя им этого совсем не нужно делать на сегодняшний день автомобильный транспорт оборудование с которыми ну вот мы видим и в кино и просто да когда люди приезжают больницу на скорой помощи кстати к вид нам еще показал мы помним помните те очень жуткие и я помню выкладывали люди и говорили считали машины 20 25 27 подъезжает было такое к сожалению тяжелый был период да вот что сегодня с автомобильным транспортом чем он оборудован как внутри что там за я не могу говорить за всю московскую область я лишь могу сказать за нашу постанцию наша постанция оборудована в большинстве большинстве своем автомобиле класса b и класса c класса c это реанимобиль на котором я работаю непосредственно класса b это уже врачебные фельдшерские бригады что касаемо оборудования эти автомобили спасибо опять-таки нашему руководству уже приходили оборудованные по последнему слову техники с учетом всего с учетом всего что только можно начиная от самых простых медицинских укладок заканчивая дефибриллятор дефибрилляторами и аппаратами и вл с возможностью как инвазивной и неинвазивной вентиляции да да поэтому у нас в принципе в машинах есть все перечислять по списку это конечно но позиции много и очень высок до документации а вот реанимобиль чем он отличается от обычного что там еще дополнительно там есть дополнительное оборудование которого нет в автомобилях класса b это ну допустим это аппарат для непрямого массажа сердца лукас который помогает нам качать реанимировать больного у нас более продвинутая более совершенная техника в плане аппаратов и вл в плане дефибриллятор заточено на спасение жизни уже непосредственно мой автомобиль это полноценная реанимационная палата на колесах где я могу не только реанимировать но и интубировать и осуществлять медэвакуации тяжелых и крайне тяжелых пациентов а можно такой вопрос задать сложные бывали такие случаи что если бы приехал не реаним не реанимационный автомобиль а какой-то другой то пациента бы не спасли ведь можно непонятно мы поговорим о вызове как он оформляется куда люди дозваниваться что они должны говорить я к чему веду бывало что именно ваш выезд ваши коллеги и до которые на реанимомобиле спасали люди если бы вот этого промежутка не было то человек скорее всего бы мог закончиться летальным исходом все это конечно конечно мы в машине спасали можно как машине спасали у нас очень часто отмечаются во время транспортировки осложнения ведь сама транспортировка она утяжеляет состояние больного допустим ты приезжаешь на вызов у пациента инфаркт но пациент относительно стабилен гемодинамически мы его если есть возможность на каталке если нет возможности на мягких переносных носилках мы его переносим в автомобиль но во время транспортировки случается всякая пациент все равно где-то напрягается где-то еще что-то и бывает пациенты уходят в так называемый тяжелое состояние отек легких на фоне инфаркта они начинают задыхаться они начинают захлебываться своей пеной они теряют сознание они очень часто дают остановку и в такие моменты приходится оказывать реанимационную помощь это интубация это перевод на ивл это непрямой массаж сердце если требуется и очень часто мы вытаскиваем таких пациентов мы спасаем доводим то есть фактически такое больница как вы говорите на колеса до реанимационная палата на колеса да я вот это прямо так и есть без я понимаю что ты может быть не совсем сейчас будет в тему нашего разговора но мы дальше обязательно пойдем но я хотел бы у вас просить а почему именно вы выбрали эту профессию именно врач анестезиолог ароматолог ведь она к ну опять же на взгляд совсем не медицинского человека она такая ответственная движение влево движение вправо и человек может погибнуть я со школы наверное с 5 или 6 класса хотел быть врачом я глотал книжки по биологии я глотал книжки про животных про животный мир потом я стал постарше началась обычная биология потом выше 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 ему призвание это мое призвание я правда со школы хотел быть врачом прям вот с 5 или 6 класса а вот когда приезжаете сейчас на вот эти вызовы у вас есть такое ощущение давит над вами что до неловкое движение и или не давит последнее время стало тяжелее работать однозначно раньше было проще и пациенты были проще и обстановка сама по себе было проще сейчас же мы сталкиваемся очень часто с тем что нас снимают скрытой камерой все почему-то ждут от нас какого-то подвоха какой-то гадость если так можно выразиться да хотя у нас и в уме то работаем и работаем до пациенты стали более требовательны пациенты зачастую хотят от нас больше чем мы можем дать то есть почему-то считают что вы должны прям там что называется скакать перед ним но этот конечно такой психологический момент это не совсем сейчас с тема нашего разговора это понятно всегда было давайте сразу тогда такой вопрос а есть люди которые вас часто ну я не виду вообще скорую помощь вызывают хотя этого не нужно делать на это теряется время я скажу поехать я скажу прямо очень много таких пациентов которые по несколько раз на дню вызывают себе скорую это какой-то и мы обязаны выехать потому что вызов поступил мы обязаны выехать оказать помощь согласно ситуации мы давайте тогда перейдем к разговору вот эти все даты время выезда приема заказа как мы сегодня можем позвонить скорую помощь 112 и через службу 112 до и 103 но проще всего через службу 112 это единая служба спасения они вас переключают где бы вы не находились в каком бы городе они переключают вас согласно вашей геолокации и точки нахождения переключают на необходимую подстанцию это занимает до буквально секунды и с вами уже связывается оператора непосредственно того района микрорайона где вы находитесь вот удавайте сразу до человека может быть если просто заболевание немножко одно до настроения если вот там инфаркт или что-то с родственником происходит внезапно человек не то что на нервах да а он вообще может да ну очень быть ну неадекватным в этот момент насколько быстро служба работает как ему говорят назовите то 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 вы знаете есть правила это диспетчерская служба до распичера по приему вызовов они проходят обучение они проходят психологические тренинги потому что они первые полу приходится выслушивать либо негатив либо благодарность от пациентов том числе когда они вызывают скорую помощь могу лишь сказать что они очень часто проходят психологические тренинги они очень часто проходят обучение у них есть свой специальный алгоритм действий при приеме вызова они называют свой индивидуальный номер они обучены как правильно спрашивать как и задавать наводящий вопрос потому что пациенты всегда звонят с пылу жару в ппх они могут даже адрес забыть да они не всегда порой даже адекватно вызывают скорую помощь потому что где-то пожар где-то дтп где-то там ребенок до задыхается мать звонит и порой путают адреса буквально поэтому наши диспетчера они стараются все подробно расспросить даже пока они продолжают расспрашивать пациента допустим маму который вызывает своему задыхающимися ребенку скорую нам уже этот вызов кидают на планшет она еще не закончила разговаривать с мамой а мы уже к ней едем и уже по ходу дела нам досылают дополнительную информацию если есть какие-то поправки касаемо неправильно указанного подъезда этажа ну да всего такого сколько по закону сейчас вызов должен быть какие нормативы существуют от время вызова до момента приезда вызова делятся на экстренные и на неотложные неотложные вызова ну понимаете то что такое вот ну до 20 минут а напомню что у нас в гостях врач первой категории анестезиолог и аниматолог люберецкой подстанции скорой медицинской помощи московской области номер 83 мне кажется очень важный разговор давайте дождемся продолжения напомню что эта программа открытый диалог у нас гостях вячеслав васич беспалый врач первой категории анестезиолог и аниматолог люберецкой подстанции скорой медицинской помощи московской области номер 83 вот мы говорили финале первой части они отложной помощи а сейчас знаем что же такую экстренная помощь экстренный вызов это тогда когда имеются действительно жизнеугрожающее состояние пациента допустим на примере неотложный вызов это давление у пожилого человека условно до пример допустим высокое давление там 160 на 90 до это неотложный а вот боль в груди падение с высоты потеря сознания огнестрел дтп это уже экстренный вызов требующий оказания экстренной медицинской помощи там другой протокол работают да вы знаете нам порой дают по поводу страшные вызова а ты приезжаешь а там просто выпивший человек которому скучно дома даже такой да даже такое бывает бывает дают повод к вызову плохо просто плохо а ты приезжаешь а там поножовщина массовая один на полу лежит с кишками наружу а второе на диване хрипит уже гонирует то есть повод к вызову это еще ничего не значит поэтому я просто допустим на своем примере могу сказать я заступаю на смену и буквально на каждом вызове я жду подвоха потому что нельзя расслабляться вот тут мы подходим к такому важному психологическому моменту напомню что наш гость владимир наш гость вячеслав васильевич беспалы который врач первой категории это вас назвал вы сказали что вы мечтали до всегда такой работе сначала было животными разучения в детстве потом биология человек и собственно говоря мы видим врача которые любят профессию и знает наверное про человека лучше чем мы сами потому что сталкивается каждый день самыми различными вариантами вот я хотел бы поговорить о психологической составляющей это каким нужно быть психологом потому что когда мы ну попадаем в больницу там приемное отделение или родственников туда отводим но скажем своими иногда ногами что называется а иногда с помощью скорой помощи там вот прям иногда очередь из как это братья скорой помощи до брат и приезжает вот с планшетами стоят оформляют своих а пациентов что это за люди это же не просто врачи хотя у врачей вообще профессия сложная чем психологически вы должны отличаться ну вы знаете надо наверное родиться таким кому-то дано быть программистом айтишником кому-то дано быть тем кто он есть в частности врачом скорой помощи я выбрал профессию анестезиологии реанимация потому что я когда закончил университет и я хотел уже быть анастезиологом реаниматологами я сознательно целенаправленно выбрал эту ординатуру и я с интересом ее прошел и выбрал скорую помощь потому что все таки это своего рода романтика и вызов определен да ты всегда на острие ножа ты всегда на кончике копья ты куда бы ни ехал ты не знаю что тебя ждет расслабиться нельзя в этом напряжение но я люблю свою работу и если для кого-то это напряжение для меня это моя работа мне нравится хорошо теперь вы как ваша коллегия как вот становится врачом скорой помощи еще раз говорю ведь раньше как считалось что на скорую помощь там ну вплоть до того что то плохих врачей отправляют потому что ну на скорой помощью или совсем молодых или просто проштрафившихся вот развеете этот мир вы знаете я сам так считал пока я не пришел работать на скорую помощь вот могу сказать за себя могу сказать за своих коллег могу сказать за свою подстанцию классные специалисты высококачественные врачи на самом деле и глупых у нас нет глупому на скорой не место ну да такая профессия у нас очень сложная работа если работой стационаре у тебя рядом есть коллеги у тебя рядом есть высшестоящий руководство которое там сажение одной минуты может подбежать помочь да на скорой помощи посоветоваться не скидь находясь в квартире и видя уходящего пациента ты принимаешь решение сам и хочешь ты или не хочешь но ты научишься либо ты уйдешь со скорой и скажешь это не мое а часто уходят и нет вот кто приходит практически все остаются очень небольшой процент который не выдерживает и уходит и говорит этому ну допустим словно говоря из десяти человек пришедших ну может быть 12 уходят ну а те кто действительно настроен хочет работать они приходят остаются вот давайте вернемся к этому тоже протоколу когда при пациента привозят в приемное отделение то есть что должен сделать врач скорой помощи оформить его до получить какой-то документ или как нет у нас почему-то вот в народе в быту считают что мы госпитализируем пациента мы не госпитализируем мы осуществляем медэвакуацию это очень важный нюанс от дома до дома до стационара какого-либо госпитализирует пациента уже врачи в приемном покое если на это есть необходимость мы лишь когда у нас начинается медэвакуация мы ставим начало движения в какой-либо из стационаров которые мы выбираем подтверждаем и доставляем пациента до приемного покоя а там они уже как-то сами прямо заходя в приемный покой у нас опять-таки если это крайне тяжелый больной у нас есть время до 10 минут нахождения в стационаре за 10 минут врачи приемного покоя должны принять пациента и начать его дальнейшую стабилизацию если у пациента не жизнеугрожающее состояние ну допустим это гипертоническая болезнь кризовое течение да вот мы приехали на вызов там давление 220 мы немножко подснизили но она все равно не снижается так как хотелось бы больному ему плохо так у нас есть 15 минут нахождения в стационаре до 15 минут дальше уже начинаются штрафные санкции мы не имеем право находиться больше в стационаре поэтому а вот если очередь из нескольких всегда есть до форс-мажора всегда есть нештатной ситуации мы обязаны озвониться старшему врачу и сообщить что в приемном покое перед нами находится еще допустим две или три бригады скорой помощи и мы вынуждены находясь пациента в машине ждать очереди еще такой вопрос когда если больница большая и там есть приемный покой туда же приходит скажем так люди которых госпитализирует ну кого-то на плановую операцию а кого-то тоже например ну сам человек пришел самотеком самотек называется и они по насколько я понимаю если приезжает несколько скорых помощи они вынуждены ждать пока скорую помощь оформят это действительно так но вообще насколько я знаю да скорпомощную пациенту он идет в приоритете но опять таки по ситуации если пациент человек пришел своим ходом сидит на скамеечке допустим одна скорая за другой пациент сереет бледнеет и теряет сознание то наверное то наверное мы окажем помощь а люди которые принимают в приемном покое то ваши коллеги ну как бы вот принимающая сторона и поэтому когда вы наверное уже многие знаете больницы до приемные покоя то есть там тоже контакт уже налажен довольно быстрый или по-разному ну вы знаете такое я просто скажу что иногда слышишь так вот сидишь там приемном покое например ну в силу каких-то обстоятельств слышишь а чего вы его к нам привезли бывает же такой ну приоткроем эту завесу нас же много приезжает допустим а вот допустим возьмем сосудистый центр нашу в люберцах со всей московской области кто съезжаются конечно врачи в стационаре тоже устают бывает ну ну все бывает в жизни но мы стараемся все-таки держать себя в руках потому что и мы устаем целые сутки на колесах и они устают ну вы знаете вот в последнее время допустим наверное последние 4-5 лет я не помню каких-либо конфликтных ситуаций это строго все контролируется если возникает какой-то конфликт то об этом сразу же узнает старший врач смены а кто заведующий под станцией контролирует скорую помощь вот заведующий это понятно кто вообще контролирует сам вот этот руководитель под станции да он держит все под контролем а вас в свою очередь контролирует старший врач спины а непосредственно мы подчиняемся старшему врачу смены и дальше выше 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 если есть какая-то конфликтная ситуация приемном покое мы сообщаем об этом старшему врачу мы пишем заявление что произошла конфликтная ситуация дальше уже наше руководство действует по своим алгоритмам разбирается конечно такой разговор время у нас подгоняет но еще есть несколько вопросов я их задают тоже как бы исходя из мифологии определенные лекарства когда вы приезжаете к пациенту которого но как вы говорите давление ему нужно правильную таблетку прописать или сделать тот самый сделайте мне укол не будет хорошо и уезжайте поскорее да вот другой вариант какие-то другие да может быть иногда лекарства которые уже там под специальным списком идут что с лекарственным сейчас обслуживанием ваших бригад со стопроцентной уверенностью могу вам заявить что есть абсолютно все вот от слова совсем лучше тем аптеке наверное я подрабатываю еще в стационаре и я могу сказать что у нас гораздо богаче ассортимент лекарств чем-то ужасно то что вы сказали может быть самое главное что сегодня мы должны были у нас есть все только пожалуйста работайте абсолютно вот хочу сразу развеять все сомнения что я верно дали чего-то около чего на скоро ничего нет нет есть все давайте вообще сравним да вы же когда тоже были маленьким когда там скоро и приезжали так далее вот за последнее время понятно что медицину высшее образование кстати правоохранительные органы всегда критикуют сколько бы они не существовали вот все-таки сравнивая скорую помощь сегодня она действительно выглядит достойно на фоне каких-то там прошлых десятилетий это другой уровень с другую абсолютно я могу сказать по себе опять-таки я у меня есть все у меня в автомобиле есть все для работы пожалуйста делай что хочешь а вальдаги и случае что вот если бы этого лекарства не было вы бы не спасли человека потому что вы точно знаете что она ему нужно конечно но у меня никогда не было такого чтоб я кинулся открыл ящики чего-то не было принимая смену я всегда смотрю что у меня есть если чего-то нет я это пополняю я прихожу на работу всегда за 30 за 45 минут заранее и к 8 часам утра смена у меня начинается 8 утра и заканчивается 8 утра к 8 утра я готов абсолютно а обед обед конечно же по закону он есть и регламентирован нас стараются если есть возможность с 12 там до 16 00 пригнать все бригады пригнать и дать пообедать но к сожалению не всегда такое получается я могу уехать 8 утра и заехать на подстанцию 8 вечера ну это моя работа ничего не поделаешь финал и хочется все таки каких-то историй может быть поделитесь какой-нибудь сложной и может быть какой-то ну если можно сказать забавные любопытные с чем сталкивать окажется вообще врачей скорой помощи даже анекдоты же свои собственные которые только вы понимаете вы знаете забавные истории ну наверное это немножечко не мое я могу сказать что вот бывают очень тяжелые вызова когда детки умирают и мы реанимируем детей и мы их теряем вот такое бывает однажды приехал к молодой женщине матери троих детей она находилась одна с детьми младшему ребеночку было полтора годика вызывала сама себе плохо сердцем болит спина говорит болит спина мы приехали она вся бледная мокрая синяя сумасшедшая дышкой и буквально открыв нам дверь она падает реанимационные мероприятия без эффекта потеряли женщину на вскрытие инфаркт обширный смешных историй много а вот но они не запоминаются вспоминаются вот такие тяжелые моменты для вас наверное так и должно быть потому что вы профессионалы наверное это как какой-то такой момент все ли мы сделали все ли мы предприняли чтобы до спасти человека очень сильно запоминаются дети дети которые падают из окон да мы часто об этом говорим о том что родители могут и вот его смотреть я помню практически каждого ребенка которого я законстатировал но все-таки хочется на позитивной ноте завершить обвалили случаи когда вот откачивали буквально с того света конечно какие ощущения после этого счастья ты мокрый с тебя под течет градом ты спас человек ты завел его и когда ты видишь что у него губы и синего цвета становятся розовыми ты видишь что появился пульс на центральных сосудах ты видишь что начинает расти давление а привозя в стационар ты уже видишь что он из комы выходит из комы допустим уже там в оглушении конечно ты счастлив что тебе удалось ты спас врач первой категории анестезиолог и аниматолог хольберецкой подстанции скорой медицинской помощи московской области номер 83 и вячеслав беспалый был гостем нашей программы спасибо вам огромное здоровье вам вашим всем коллегам и всем пациентам чтобы стопроцентная была как это как это правильно называется чтобы без потерь все было так скажем это была программа открытый диалог будьте здоровы с вами был николай пивненко до свидания и